Приветствую вас, я согласен с коллегами, коллегой точнее, в том, с одним из коллег согласен, в том, что для того, чтобы подсказать вам, как вести себя с мужем и его отцом, нужно понять вообще, как вести себя, чтобы что. Да? То есть, чтобы что, чего вы хотите, собственно говоря. Потому что от вашей цели зависит, собственно, рекомендация и работа. Это первое. Второе. Так, мы с мужем вместе в 6 лет из них опять в браке. У нас двое детей. Значит, в недавнее время всё всё хорошо. Бывали, конечно, ссоры, но мы находили выход, старались понять друг друга. Все важные вопросы решали вместе, советовали. Юлия, ну, понимаете, какая штука, мы. Вот, ну, смешательнее немножко это мы. То есть, что есть мы? Где я? Где он? Где вы, Юлия? Где ваш муж? Дальше. Несколько месяцев назад решили построить дом в том месте, где вырос мой муж, где живут его родители. То есть, вы решили построить дом там, где живут его родители. То есть, по факту, это можно расценивать как, ну, приближение к родителям. Верно? Или нет? По факту. То есть, почему, почему вы решили строить дом там, где его родители? Почему именно там? Почему не где-то, ну, в другом месте? В месте более отдалённом, например, от родителей мужа, допустим. То есть, вот это такой достаточно интересный момент, на мой взгляд. На мой взгляд. Дальше. Дальше. Так, значит, бывали ссоры, но мы, так, значит, я бы вот про ссоры не спросил, а вы пишите, что у вас бывали ссоры, из-за чего ссоры бывали? Как вы понимаете выход из ссоры? То есть, что есть, ну, вот, что для вас выход из ссоры? Как вы понимаете выход из ссоры? Вот. Какие решения вам принимались, когда вы ссоры лиз? Вот. Какие именно решения, какие принимались? Вы говорите, что по всем важным вопросам вы советовались со своим мужем. В какой пропорции вы советовались? Вот. Насколько он был доволен тем, что, тем, что, ну, происходило или происходит. Дальше. Так, купили участок, начали строить. И тут начались проблемы. У кого? Муж сам строитель, контролировал стройку сам, поэтому каждый день должен был быть там. Его отец на пенсии, поэтому тоже все время приезжал туда, кто контролировал, сам принял проект. У меня было полное ощущение, что этот дом он строит для себя. Что не это указывает? И уже июля. Что указывает на то, что отец вашего мужа строит дом для себя. Хотелось бы как-то вот этот момент несколько поподробнее исследовать. Вам не нравилось то, что он делал? То есть он решался за сына, за вас или как? Вы со своим мужем заранее обговорили, что вы хотите видеть, каким вы хотите видеть дом? Отец, опять же, вашего мужа позволял себе менять проект настолько, что какие-то вот идеи, которые, ну, были у вашего мужа, они ушли, обошли на задний план? Так? Так? Получилось? Об этом идет речь? Вы это хотите сказать? Как бы? Или что? Я просто вот, ну, не очень просто понимаю, да, ситуацию? Вот. Дальше. Так. Я, значит, так, значит, сыну не давал двух слов со мной сказать. Так, а вот здесь тоже такая достаточно интересная история. Нет. То есть он не давал сказать вам что-то. Он не давал сказать вам слов. Или он не давал сказать сыну слов. То есть кто кому не давал сказать? Я, опять же, кто-то не очень понял этот момент. То есть вы говорите, что, значит, ну, что кто-то кому-то не давал сказать. Ну, кто кому-то, я, честно говоря, не очень понимал. А я сначала терпела. Что именно терпела? Ну, я серьезно говорю, да, вот, что именно вы терпели-то? Почему вы терпели? Для чего вы терпели? Зачем потерпели? То есть в тот момент, когда вы в первый раз почувствовали недовольство своё тем, что делает, к примеру, свёкор. Может быть, не шёкор. Может быть, это называется азет. Я просто не очень помню, как это называется вот. Но почему вы терпели? Для чего вы терпели? Понимаете? То есть вот какой момент, собственно говоря. То есть когда вы терпели, вы себя подавляли. По сути. Когда вы терпели именно. У меня вопрос к вам. Почему вы себя подавляли? Как часто вы себя подавляете? Дальше. Вы пишите следующее. Значит так. Потом не выдержал и начали ссоры. Простите. Что значит начали ссоры? То есть вы? Очевидно, что вы являетесь одной из участников ссор. Очевидно, что вы являетесь одной из участников ссор. У меня к вам вопрос. Какая ваша ответственность в том, что ссора возникла? По какой причине вы говорите о ссоре как о... ну, каком-то таком, знаете, как сказать, объективном событии, да, объективном происшествии, вы говорите про ссору. При этом исключаете своё участие в ней. Ссор. Вот. Дальше. Дальше. Догонос никогда не было чего. Я просто не узнавал мужа. То есть получается, что вы его... вы поняли, что до конца человека не знаете. Вы поняли, что в определённых ситуациях, да, человек... человек может... вести себя... ну, как-то по-другому. Вы готовы принять его таким, как он есть сейчас? Потом, после последней ссоры, неделю не разговаривали. Почему? Вернулись домой, немного успокоились. Опять, мы, 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 везде мы. Ни слова, ни слова про себя, ни слова про мужа. Прошёл месяц, всё было хорошо. Тут муж неожиданно решает менять работу. На тот момент заработал в фирме с моим папой. Они хорошо заработали, всё многое делали вместе. Подняли фирму на другой уровень. У мужа были планы. Он не собирался так резко всё менять. Откуда вы знаете, Юлия, что он не собирался так резко всё менять? Откуда вы знаете, что, эээ, мужа вашего всё устраивало? Я просто уверен, что так его настроил отец. Он даже говорил его словами, даже через лет я ни разу таких не видел. Здесь я согласился с коллегой Кудряшёвым Игорем Леонидовичем, что вы, мне кажется, слишком сильно, вот, эээ, замузе всё решает. Обидел меня и моих родителей? Как? Разрушил наше договорённость по самоповетоваться? Как? Я очень разочарован, я ожидал такого. А чего вы ожидали, Юлия? Вот это вот и есть то, что мой коллега называет, эээ, переносом ответственности, эээ, то, что вы назначили ровно. То есть, эээ, что вы подразумеваете просто советами, да, то есть, почему муж не может решать то, что касается лично его, да, почему муж не может решать? Чему должны обязательно муж с вами советоваться насчёт того, что ему делал? Ну, например, ему, вот, лично ему, да? То есть, он живёл тот человек, он может действовать как-то, и он не обязан, там, например, работать с вашим отцом. Вот. Что значит обидел меня и моих родителей? При чём есть ваши родители, если, если речь идёт об отношениях с вами? Да, то есть, как бы, это вопрос личных границ, понимаете, какая штука. Вот. А, дальше, как мне теперь вести себя с мужем и его отцом? Как вести себя, чтобы что, Юлия? Вот, впервые нужно прояснить все, все ваши, ээ, противоречия и проблемы. Ну, если вы согласны как совсем, что они у вас есть, и дальше будет понятно, дальше будет понятно, как себя вести. И цели нужно определить, что нужно. То есть, какие у вас цели? Именно у вас, Юлия, какие цели? Именно вы чего хотите? Именно вам что нужно? Вот, определите цели, пожалуйста. И тогда, я думаю, всё будет нормально. Ну, то есть, всё нормализуется. И определите, определите с тем, как вы воспринимаете свой муж. То есть, у меня нет ощущения, что вы его принимаете таким, как он есть. У меня нет ощущения, что вы его любите. У меня нет ощущения, что вы, как бы, считаете, что он должен делать что-то для вас, не этой ощущения, что он должен, ну, поступать так, как считаете вы. Вот. Мне не кажется, что это правильная история. Мне не кажется, что это правильный момент. Мне не кажется, что так должно быть в гармоничных отношениях. Об этом свидетельствует вообще разочарование, понимаете? То есть, разочарование, это значит неоправданные надежды, неоправданные ожидания, в первую очередь. Вот. Но, простите, какие могут быть оправданные, какие могут быть ожидания от, например, человека? А? Ну, именно от человека, какие могут быть ожидания. То есть, я имею ввиду, вы сами несете ответственность за то, что вы хотите. Возможно, придется перестраивать модель ваших взаимоотношений с мужем вашим, возможно. Если вы, конечно, хотите такую работу проводить, если вы хотите сохранить семью. Так, если вы ждете, как и сказал мой коллега, того, что мы вам просто подскажем, как вернуть все вот как было, то нет. Я боюсь, что это невозможно. То есть, у мужа явно, что это произойдет свое дело, здесь не в его родителя, а в нем словом. Почему вы не считаете, что ваш муж способен самостоятельно принимать решение? Почему вы не считаете так? Меня к вам направо. Вот. Такое впечатление, что вы своего мужа обесцениваете. Я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, но такое у меня все это возникло, что вы его обесцениваете. Что вот вы не считаете, что он может сам, да, принять какие-то решения, что это его ответ. И когда он говорит его словами, да, если есть совпадение, вы отказываетесь принять, что это говорит именно он, муж, а не... То есть, вы отказываетесь принять, что это говорит муж. Вы думаете, что это в ответ, тем самым пытаетесь удержать образ своего мужа. Так, может быть, вы вышли замуж и родили детей не от реального человека, а от кого-то придуманного, и теперь вы боитесь, что этот человек миф, что этот человек иллюзия, вы боитесь реальности. И поэтому отсюда все ссоры возникают. Но это так, что вы не хотите признавать реальность, не она, жаль, что ее нет. И лучше все-таки посмотреть в глаза правду в глаза, а шмуч вот такой. И вы либо принимаете его такого, либо нет. Вы либо уважаете его, как бы, уважаете его выбор, решение и так далее, и разбираете обиды. То есть, сначала отделите обиды, обиду, как бы, свою обиду, да, отделите от обиды родителей. Пусть он с родителями вашими сам разбирается, как бы. Вот. То есть, иной нет, ничего. Это вопрос личных границ между вами, вашими родителями, вот, и, возможно, мужем. Ну, вообще, мне кажется, что вот у вас есть некоторая проблема с личными границами, потому что, как бы, вы очень много, очень много говорите мы, 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 а нет, нет, мы, мы нет. Есть только я. Есть я и он. Я и ты. Я и они. Ну, не мы. Знаете, какая штука. И вот, я бы сказал, что довольно-таки тревожно. Привозит меня тот факт, что вы используете как раз это самое мы, а не, а не они. Вот так. Это то, что я могу вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.